Зима пришла, но лёд не везде окреп. На днях два школьника из Кикнура его решили проверить. Они прыгали до тех пор, пока оба не провалились в воду. Их удалось спасти, но не всегда в таких историях бывает хэппи-энд. О том, насколько опасен лёд и как избежать трагедии, наш следующий материал. Вот в 12 оборотах, это значит, что у меня глубина льда не менее 13-14 сантиметров. А так должно быть не менее 5 сантиметров, говорит рыбак Виктор Сердцев. Такая глубина льда безопасна для любителей паудить. А также отмечают, что толщину льда можно определить на водоёме по цвету. Более тёмный, значит тонкий. Самым идеальным считается светлый и прозрачный. Поэтому место для рыбалки зимой нужно выбирать тщательно. Зимой, если, так скажем, не соображая, куда идёшь, чем заниматься, ну во всяком случае ничего не думая, то это довольно-таки опасно. Можно оборваться даже зимой. Дело в том, что у меня уже вроде есть достаточно опыта, но позапрошлый год я оборвался в декабре месяце. Несмотря на рыбацкий стаж в 40 лет, непредвиденные ситуации иногда бывают. В тот раз обошлось, мужчине удалось выбраться. Но в целом готовиться к рыбалке нужно с умом. У каждого рыбака или на группу должны быть с собой спасательные средства. Человек быстро в воде застывает, поэтому держаться ему очень сложно. И он вот эту петлю просто накидывает на себя, хотя бы одну руку. И тогда уже его вытащат в любом случае. Лёд опасен не только для рыбаков. Недавно в СМИ сообщили об инциденте. Кикнули на реке большая как шаг, и два мальчика решили проверить, выдержит ли их лёд. Не выдержал. Ребят удалось спасти чудом. Мимо проходил местный житель. Ну, я ухватился рукой, стал их приподнимать. И лёд, а лёд вообще-то нюсенький, как бы, он не выдержал. И я тоже пошёл в воду, вместе с меня провалился, как бы. Вот я одной рукой приподнял их, как бы, а другой рукой уже немножко тут разбивая лёд, как бы, к берегу. Под ногами не почувствовал дно. И тогда уже я их по одному, когда на ноги встал, выбросил, как бы, по одному на лёд. И тут уже подбежали ещё двое мужчин. Вот они уже их немножко оттащили, ну и тут мне руку подали, как бы сказать. Подобные случаи не единичные, говорят работники МЧС. Было и того хуже. В марте этого года в Уржумском районе погибла шестилетняя девочка. Она гуляла вдоль речки, наступила на лёд, поскользнулась и провалилась. Чтобы таких инцидентов было как можно меньше, спасатели постоянно напоминают об опасности. Не стоит выходить на тонкий лёд вообще. То есть, рисковать жизнью, я думаю, здесь как бы несоизмеримое это несколько вещей. И выбирать лёд, значит, перед собой лёд проверяется пешнёй, ударами, а не ногой, как вот двое детей провалились. И если, конечно, толщина льда 7 и более сантиметров, то есть можно выходить смело на лёд и рыбачить. Рыбакам напоминают, что прежде чем ступить на замёрзшую воду, необходимо её проверить специальным орудием, заострённым наконечником. А остальным советуют без особой надобности лучше не ступать на лёд вовсе. Анна Стефаненкова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Даюча.